Итак, Патрик Саттерман, капитан команды, он же Карн, Расмушталь, он же Гукс, Ричард Лендстрем, он же Гзист, Майкл Йоргенсен, он же Фрис, датский лигонер команды Фнатик и Андреас Фридх, он же Моди, новичок команды Фнатик, кстати говоря, который заменил Питу, который покинул, покинул шведскую команду и теперь Моди играет вместо него. Ну, Винфакта тоже, в общем-то, недавно менялся состав, примерно месяц назад там чуть ли не полстава сменилось, нет уже Насу, нету Пластэ, в общем, состав менялся и, на мой взгляд, он уже не такой сильный, не такой крепкий, как был. Так что тот факт, что Винфакт вообще пробились в плей-офф, ну, молодцы, мне кажется, это для них является каким-никаким достижением. Ну, посмотрим, что будет в этой игре со Фнатиком, потому что все-таки Фнатик сейчас тоже на пике, находится почти что, почти что на пике своей игровой формы, Моди, на мой взгляд, тоже очень им прибавил, то есть его приходом они стали играть лучше, в общем-то, очень хорошая замена Пите, мне кажется. Ну, и посмотрим, что будет в этом матче, если Фнатик выигрывает, они проходят в полуфинал, ну, Винфакт, соответственно, тоже, думаю, это понятно. Итак, Винфакт начинается за КТ, Фнатик за террористов, за атаку и видим мы первый раунд на наших ранах, пистолеточка, Моди, Экзист по улице, Фриз, Гукс у нас уже, уже идут на нуле, готовятся выйти на рампы и Карн на нуле с бомбой, пока не готов никуда выходить. Готовится выйти на верхний план Фнатики, видимо, что Фриз будет отрезать рампы, если появится холпа оттуда, ну и террористы должны заходить с улицы и, соответственно, из бульки. Но мы видим, что медленно-медленно проползает у нас Моди по девятке, его тиммейт, наверное, где-то там, ох, убивает Моди, Гзист около мэна, и все-таки теперь должен быть выход на верхний план, так бы, конечно, Моди мог бы очень сильно удивить там кого-то на девятке, либо будет перетяжка на рампы, пока непонятно. Да, рампы, рампы пойдут в Кнатики, видим мы и Карна с бомбой тут, и еще двух тиммейтов, и нужно им уже выходить, либо быстро отходить и пытаться выйти на верхний план. А что, в общем-то, мы видим в исполнении Карна? Забегает Гзист через мэйн, атакуют они по нескольким направлениям, ой, пытался ворваться, пытался ворваться Гзист, у него не получилось, и в итоге один в два Гукса ставится против Аллу и Люрписа, и, конечно, в этой ситуации ему будет очень сложно что-то сделать. То есть, есть у них по одному контру, а вот по второму у него нету инфы, и он сейчас зайдет вот в эту область, и его, конечно же, убьют, причем Люрписа сделает отличным первым патроном. 1-0, в инфакт повели, и, кстати, для тех, кто не знает, первая карта у нас, как вы все видите, это Денюк, вторая карта будет Детускан, и третья карта, если понадобится, это будет карта Детрейн, так что я еще раз вам напоминаю, это уже плей-офф, здесь у нас играется Бест оф Три, то есть до победы на двух картах, так что, возможно, мы видим сегодня даже целых три карты. И зрелище обещает быть очень интересным. Полный слив у фанатиков, одни глоки сливают на рампы. Ну и надеюсь, что мы сейчас увидим какой-нибудь красивый приемчик. Ну да, неплохо, Бейзик, минус 4. 2-0, 2-0, винфакт. Вполне логично. Забирает отдачу, и вот теперь фанатики закупаются у нас. Весьма неожиданно, потому что бомбу они не ставили. И видим мы, что у них есть калаши, у кого даже Галил. Причем они минусов-то особо не делали, видимо, только у Гукса минус 3, а остальных просто по нулям. Но решили закупиться. Может быть, не так хорошо у них с раскидочкой будет. Но, тем не менее, деньги на калаши есть. И посмотрим, как они будут их разыгрывать. В моде около мейна Гукс в красный ящик. Люрпис у нас находится в ангаре. Видим мы, что он будет крысить. И убивать бедных террористов в спине. Давайте посмотрим за Люрписом. Вот он, наш Люрпис. Ох, чеку, чеку Люрписа. И Гукс прямо вовремя по таймингу оборачивается. Прочекал Люрписа. И в итоге в контри у нас пока еще в большинстве. Ослак делает великолепный минус 2. И в итоге 4 в 2 ситуация. Контрри в большинстве. Фриз и Гукс остались вдвоем. Фриз у нас в будке. И Гукс у нас вообще на нуле. Да, тяжело это будет сейчас террористам. И решает у нас Фриз выйти на верхний план. Чекает девятку. Никого не видит. Замечает одного на будке. Но Ослак, по-моему, из планта. Ослак, что творит, а? 3-0. И, по-моему, минус 4 от Ослака. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре. Да, минус 4 от Ослака. Великолепная игра на верхней планте. Не стоит забывать, что это Т-страна для фнатиков. Атака, за ней играть сложно. И то, что они пока начинают проигрывать. В этом нет ничего страшного. У них еще будет куча возможностей набирать раунды. И раунда в пять, я думаю, для них вполне хватит. Так что пока, я думаю, у них все хорошо. После этой отдачи еще будет уже 4-0. Ну, а дальше, я думаю, мы должны все-таки увидеть какую-то борьбу. Вряд ли винфакт будут так прямо рвать и метать. И разрывать такую команду, как фнатик. Это очень вряд ли. 4-0. Давайте я сделаю ритрай, потому что у меня почему-то висит среди игроков килла, администратор этой игры. И это не особо удобно переключаться на него. Но я думаю, сейчас мы быстренько переконнектимся и ничего особо интересного не упустим. Вот мы и в деле. Надеюсь, что этот косяк исправится. И больше всего у нас не будет здесь мешаться. Среди игроков. Смотрим. Обе команды за кубочком. Счет 4-0. Как было, так и осталось. Моди проходит по улице. Фрисом помогает. А остальные у нас простреливают крышу. В общем, холд. Холд не прострела. Сейчас Моди будет давать флешку в ангар. Он будет заходить, чекать. Пока он там никого не видит. И прекрасно понимает, что в ангаре уже точно никого нет. А Люльпес у нас находится под девяткой, за ящиком. И сейчас Моди, если его найдет, то может очень удивить Люльпеса. Потому что нет, Люльпес чекает, чекает он ангар. И замечает Моди, но это его не спасает. Моди делает минус. Ситуация уже 5-4. Террористы в большинстве. Ослак уравнивает. В принципе, простреливает план. И давайте посмотрим за Ослаком. Он сейчас, наверное, будет врываться в аркаду. Отличная реакция от Ослака прямо в голову. Точно. Причем изначально прицел был на уровне груди. Но моментально просто выходит голова. И он тут же на нее наводится. Великолепная игра. От этого финского игрока. От Тимми Веркоперы. Веркопера все-таки не склоняется, мне кажется, к фамилии. Ох, прострелил Ослак. Дал кому-то в голову или около того. И в итоге пятый раунд довольно легко переходит к винфакту. Но Фнатик не смогли. Не смогли разыграть свой ган в раунд. За кубочку у Фнатик. Видимо, что ближний виспы у Гукса и у Гзиста. Гукс идет у нас либо прострелить, либо просто чекает рампы. Будет отрезать аркаду, если она пойдет. Да, на рампах он находится у нас. И встречается он с Бэзиком. Бэзик, причем довольно легко его убивает. Осталось, конечно, у Бэзика 37 хп. Но там помогла флешка тиммейта. И Гукс просто отваливается. Минус Гукс. Ситуация 4-5. Без разменов, без всего. Какие-то немного неосторожные действия Гукса выбивают в моде. Опять же, без разменов. Почему-то по одному выходят террористы. И по одному, в общем-то, и отдаются. Конторы пользуются тем, что атака медленная. Делают посадочку на рампах. Пытаются сделать. Но у них это почему-то не получается. Даже странно-то видеть от игроков такого уровня. Прострел от Бэзика на рампы. Минус Карн. И в итоге раунд снова за командой. Зинфакт 6-0. Ну и вот теперь я уже начинаю беспокоиться за Фнатиков. Конечно, рано еще нервничать. Но раунды набирать, мне кажется, уже пора. Сейчас будет отдача. А вот потом будет очередной ганвраунд. И очередная попыточка для Фнатик. Очередной шанс для них. Я надеюсь, что уже в этой попытке у них что-то получится. Потому что, ну, начиная я беспокоиться за шведов. Как-то пока они немножко выглядят неубедительно. Скажем так. Попытка выхода на верхний план. Здесь снова Аслак. Здесь снова Аллу. Хотя размена, в общем-то, неплохой. 4 в 3. Ну, для контров я имею в виду неплохой. Литерой Истфан, конечно, очень и очень нехороший. Убивает Фриса. И в итоге 2 в 4. Контрии, причем полностью живые. Один лишь Аслак немножко покосанный. И на самом моде неплохой с Дегла. Но опять же не забываем, что это у нас отдача. Даже несмотря на то, что Дегловая, но все равно отдача. Так что в этом раунде особо ничего ожидать не стоило. И Бэзик отличным прострелом догоняет к Зистам. 7-0. Смотрим, что в руках у шведов, вижу я калаши за кубочком. Ну, и надеюсь, что этот раунд, ну, станет переворотным. Потому что 7-0. И пока Фнатики у нас ничего не показывают. Вот будет выход на верхний план. Пошла отриточка, пошли флешки. Контреты должны быть слепые. Ну, и что у нас будет? Где выход на верхний план? Где Аслака? Убивает Аслака основную опору верхнего планта на карте Денюков Винфакта. И, наконец-то, видим мы хоть что-то интересное. Прорыв верхнего планта вышел у нас хорошим. Минус 2 от Фнатик. И в итоге 3. 3 в 5. Уже 2 в 5 убивают Хану. И Бэзик и Люрпис будут сейвить свое оружие. Причем Бэзику-то не дают сделать. И Люрпис у нас один на улице. И, наконец-то, наконец-то Фнатик собрались с силами. И вот смогли что-то сделать. Потому что до этого они халдили. Пытались что-то сделать через улицу. И вот, наконец-то, сделали быструю атаку на верхний план с раскидочкой. И у них все получилось. Надеюсь, что они будут действовать в таком же духе. И нам не придется видеть долгие мучительные халды. 7-1. Первый раунд за Винфакт. Ой, первый раунд за Фнатик, извиняюсь. За Фнатик, конечно. У Контурф, конечно, достаточно денег для закупочки. Поэтому они закупаются. У них по деньгам все просто великолепно. Оно вот такими темпами скоро станет уже и плачевно. Если террористы продолжат в таком же духе. Потому что экономика Контурф очень быстро подрывается. Буквально каждый минус важен. Энксис прострелит Контурф. Снова увидим не быстрый выход от Фнатика. И, может, снова у них ничего не получится. По крайней мере сейчас ситуация 4-5. Террористы в меньшинстве. Ну и неясно, что же они будут делать. Моди на улице, как обычно, Гзист у нас на нуле. Гукс, Карн, Гукс там простреливают рампы. Пытается попасть в Ашена, не попадает. И Карн присоединяется. Ох, минус от Карна убивает он Люрпеса, отлично. В итоге Моди с Карном обеспечили себе свободный проход по улице. Гзист у нас перетягивается на ноль. И Гукс вместе с ним. 35 секунд остается до окончания этого раунда. И террористам надо уже что-то делать. Куда-то начинать идти. Минус от Аслака. Минус от Бейзика. Была попытка перетяжки на рампы. Карн поймал, наконец, Аслака. Я уже думал, Аслак будет снова божить. Но в итоге ситуация у нас 2 в 2. Карн, Моди против Алу и Бейзик. Убивают у нас Алу и Бейзик с рампов 1 в 2. При этом Моди 9 хп всего лишь очень красный. И Карн ставит бомбу. Ох, шикарный прострел от Бейзика. И поймает, поймает сейчас 9 хп в Моди. Ох, Моди. Ну, Моди невероятен. Просто невероятен. 7-2. И Моди, конечно, сейчас 9 хп сделал очень большое дело. Потому что, фактически, попасть один раз в ногу Моди, в мизинец. И все, Моди бы не стал бы. И раунд был бы взят контрами. Но Моди вышел и при фаером снес голову. Просто люпился. В итоге 7-2. Финатики, наконец-то, заиграли. Моди фриз по улице. Букв здесь на крыше. Карн. Около скрипа. С бомбой. Но контроль по-прежнему с деньгами. Порядок. Флотик готовит выход на верхний план. Видимо, что двое будет выходить с мейна. Будет выходить еще со скрипа и с будки. Но вот там, боюсь, Люрпес. Да, Люрпес, он уже сделал минус. Только я о нем подумал. Он сделал минус. Разменяли Люрпеса. Мог бы он неплохо там кому-нибудь подкрыть в спину. Обоих, например, террористов на улице. Но в итоге. Был размен. Плюс Гукс проходит нас по рампам. Смотрите, очень интересно получается. И перетяжка. Моментальная перетяжка террористов на рампы. Гукс делает минус. Поймали здесь Бейзика. Обезвредили. И в итоге террористы нас идут на нижний план. Аллу хорошо встречает. Грис не понимает, откуда у него стреляют. Но это Аллу с тремя хп. Ему тоже досталось. И он у нас идет через другой форт. Будет идти через метро. Вместе с HN. Ну, с Хану. Фриз, Гукс. Гукс очень мало хп. Один хп у Гукса всего лишь. И Фриз 20 хп тоже. Немного, скажем так. Причем толковой инфы у террористов нет. Где находятся контры. Убивает Гукса. И Фриз 15 хп. Да. Не позавидуешь. Против Аллу, Хану и Ослак он остался. Ну, если что можно сделать. Поставить бомбу. И то ему это сделать не дают. 8-2. Двинфак пока довольно уверенно набирает раунды. Давайте посмотрим на пинг. Что творится с пингом. У обеих команд. Может быть в этом дело. Нет. Пинг хороший. 15-20-30 максимум. У обеих команд пинг равный. То есть на пинг с этого здесь явно не надо. Единственное, что у Аслака лежит пинг 112. Но это скорее всего просто секундный лаг. И у него тоже все хорошо. Вряд ли он ушел бы с отсчетом 14 на 3. Снова бай от Натик. Вижу я. Фризом моде по улице. Снова. Дефолтная тактика. Не знаю почему они не хотят практиковать. Быстрый на верхний план. Возможно нет респов. Не успела прощахать. И потихонечку Снатик проходит через улицу. Тут у нас есть ЗИС. Там уже и моде проходит. А Карн простреливает все что можно. Причем простреливает. Смотрите очень неплохо. Смотрите на жизненные полосочки у нас контров. Алло вообще чуть ли не мертвый. Люрпес полжизни снесли им этими прострелами. Так что видимо мы что террористы просто прямо выкуривают. Выкуривают контров. Простреливают. Взрывают. Берут прямо крепость осады. Очень медленно играют. Фнатики. И сейчас ослак возможно этим воспользуется. Попытается ворваться. К ничего не ожидающим террористам. Но нет. Давать флэш. И переходит на более пассивную позицию. Моди у нас чекает под девяткой. Там он может встретиться с Хану. И тут еще есть Аллу с 11 хп. Который каким-то образом пропустил Моди. Под девяткой. Который может сейчас это все исправить. И ох. Разминулись. Разминулись. В эти контры. Здесь же у нас Моди. Здесь же у нас еще и Хану. Продакал АЛТВ. В итоге видим мы что пока все живы. Где же у нас Моди? Моди забирает наверх. Да. Косяк. Косяк за контрами. Запустили Моди на девятку. В итоге Моди здесь наделал дело. Сделал минус один. Минус два уже. Гукс в деле. И похоже этот раунд. Благодаря вот этой изматывающей медленной тактике. Он останется за шведской командой. И еще тут у нас станет 8-3. Хану сражается. Не хочет отдавать свое оружие. И уходит на нижний план. Попытается засредить. Может сейчас Саву-то еще убьет. Нет. За ним уже никто не придет. И счет у нас действительно становится 8-3. Фенатики пока идут неплохо. Не то чтобы очень хорошо. Но и неплохо. Три раунда есть. Еще парочку взять. И с контролем будет от чего играть. Раскидка верхнего планта. Неужели наконец-то будет выход на верхний план. Причем быстрый. Ну-ка. Пока непонятно. Тут еще перетяжка на рампы есть. Да. Причем модис с бомбой. Значит будет явный перетяжка на рампы. Оттяжки обратно уже не будет. И пока разменов мы не видим. Минусуют нас. Любятся по девяткой. Ханус брил. Просто великолепно. Сейчас подал уже в голову кому-то из террористов. В итоге бэзик минус 2. Великолепная защита от контролем. И 2 в 1. Фрис ставится полностью живой. Почему его по-моему простреливают. Но не попадают. Не попадают по фрису. У него столько ип до сих пор. Хорошо. Хорошо. Хорошо он коцает аллу под девяткой. Есть по крайней мере нетва по фрису. И забирается на девяточку. Он будет сейчас пытаться убить еще одного контра. А еще один контра у нас находится. Тоже под девяткой. Оба контра под девяткой. И фрис сейчас наверное очень этому удивится. Да. Причем слышал фрису что есть уже и в мейне. Есть по девяткой. И в итоге раунд с винфактом. Счет 9-3. Хочется отметить очень бэзика. И Хану. Который просто сбрил там двух террористов пачкой. А может конечно это был лак. Потому что друг за другом вышли террористы. Но тем не менее. Все равно это идет плюсик этому финскому игроку. Снова дефолт от фнатик. Карн и фрис по улице. На этот раз без моди. Кзист и моди у нас там занимаются прострелами. Или что они тут делают. Просто тусуют на нуле. И в Карн. Карн где-то вместе с ними занимается тоже прострелами. На улице причем. Получает Гукс флэш. И прямо не вовремя у нас паузу поставили в игре. Я думаю что Гукс уже здесь ничего не следит. Хотя видим мы что вот. Представил у него прямо над головой врага. И вот прямо. Видимо куда лезет патроны. Почти почти в цель. Вот чуть немножко. Чуть ниже правее. Прямо в голову было бы. Ну а мы можем подоблюдать за красивой картиной. Смотрите. Летят гильзы. Летят у нас искры из стены. Очень мне кажется кинематографично. Прямо вот муйки можно из этого момента делать. Сняли паузу. И видим мы что оба игрока под друг друга не попали. Оба остались живых. У обоих по-моему с хпшками все отлично. Так сказать разошлись без боя. По дружбе. Что надо сделать в натих? Моди. Карн на улице. Гукс все-таки минусует на рампах. И здесь у нас в будке. Причем непонятно мне почему в натих действует так разрозненно. Могли бы они все-таки попытаться сделать то что у них получилось. Выход на верхний план. Вместе опять же. Но решают они все-таки действовать с разных сторон. А вот самого главного минусов. Разменов у них не получается. То есть они пытаются выйти. Но их тут же встречает осла какой-нибудь. Слечает их там хану. Ах, Моди великолепен. Однако все равно он 1 в 3. И толка от этого великолепия маловато. Плюс видимо что к Зисту идет 1 на 11. Учитывая что это очень хороший игрок. Очень скилловый. Очень стреляющий. То он очень нужен своей команде. И пора бы ему уже включаться в игру. Так же в общем как и Фрису. Тоже идет 3 на 11. Надо бы ребятам понять что тащить пора. Два раунда соответственно посмотреть в первой половине. Счет 10-3. 13 раундов сыграно. Причем Моди кстати еще вылетел. Не повезло ему. Сбил он себе всю сосисику. Теперь он 0 на 0. Некрасиво. Отдачу Фнатик. Один из троунтов останется также за Финнами. Из Винфакт. Еще останет 11-3. И как-то боюсь что с такой игрой за террористов. За контрам Фнатиком будет тоже не очень легко. Потому что вот именно какой-то тимплеем. Да и просто минусов. Как-то это не видно. То есть тут гораздо ярко, более ярко выглядят у нас Ослак, Ханум, Бейзик. Просто в ситуациях и на Размене не делают Фнатики нужных минусов. И если не будут их делать из-за контров, то мне кажется Керкар они могут вполне проиграть. Взрывают нас с Будочком. Контры Мод делает Разменный минус. Ослак закладил Будку. Он тоже сделал минус. И в итоге в ситуации 4 в 4. Моди в ангаре. Как обычно у нас бегает на улице. Здесь Карн на нуле. И Фриз тоже у нас на Мэйне. Моди у нас вообще проник уже вниз. Не знаю как его не прочехали. Либо есть по нему инфа. В любом случае он может кого-то здесь очень удивить. Нет, смотрите. Алло, Алло чекает ангар. Чекает здесь. Все. И похоже что инфы по Моди нет. У Моди знаете такой как партизан. Запускает его с ним куда-то в спину. Диверсант. И потом он там делает делов. Засел Моди в кишке. Делает великолепный минус. Все у него строго в голову. Наконец-то Гзис включился в игру. И 2 в 3 ставится бомба. Бэйзик и Алло. Алло у нас по девяткой. И Бэйзик у нас заходит с рампов. Отличный префайл от префайра с Бэйзиком. Но ему это не помогает. В итоге ситуация 3 в 1. Моди здесь очень косный. Но Алло последний раунд ему все равно сейвить нечего. Нет смысла. И он идет воевать. У него тоже мало хп. 22. И что-то ему делают, но нужно. Плюс нужно ему еще падать на плант. Хорошо падает. В итоге Моди вот тут же сбривает по инфе. 11-4. И с минус нарон в принципе 4 раунда. Но для Фнатика, мне кажется, может быть достаточно. Посмотрим на первый раунд. Если берут Фнатики тистоеточку, то все шансы на хороший исход у них есть. Нет, пока еще не готовы играть игроки. Кто-то не готов. Ну и мы ждем. Ждем начало. Моди пишет. Гоп. Гоп, гоп. И стартует игра. На финале счет 4-11. Вы сами это все видите. Счет по картам 0-0. Это пока первая карта. Вторая карта будет Детускан. Третья будет Даст 2, если понадобится. Ой, Детрейн, извините. Детрейн, конечно. Детс 2 у нас был в предыдущем матче, но мы его так и не видели. К сожалению, Moscow 5 проиграли на обеих картах и не смогли сделать камбэк на Детускане. Очень жаль. Я лично очень верил в это. Ну да ладно. Видим мы, что Фнатик за КТ. Карн держит улицу. Гукс, Гзист у нас на верхней планте. И Моди на рампах. Фриз держит рампы из-под девятки. Наше внимание прикольно к рампам. Видим мы, что Винфакт именно туда у нас собирается пойти. По крайней мере, пока что, если не будет перетяжечки. Аслак очень близко. Хану тоже рядом. Ну и Бэзик, Аллу ждут каких-то разменных действий. Чтобы было понятно, куда же все-таки мы идти. На рампы или выходить на нолик. Нет, похоже, что рампы собираются идти, ребята. Ну и давайте посмотрим за Моди. Именно у нас стоит в упоре. Будет встречать всю эту Араву террористов. Прыгает он, дает инфу, что тут Мас, Мас ТР. На рампах. Минусует Моди, к сожалению. И Карн в итоге уже под девяткой. Фриз внизу. Делает один минус, убивает бомбу, дает инфу. Его очень сильно косит. Карн в деле. И Фнастики молодцы, просто умнички. Разбирают всю эту Араву террористов. На нижней планете на вилочке. И раунд за Фнатик. 5.11. Может получилось еще неудачно для Фнатиков. Ой, неудачно для Винфакта. То есть, скорее все-таки не везение. Сыграло свою роль. Ну а Фнатикам в свою очередь везение. Очень хорошо получилось. И в итоге. Первый раунд за Фнатиками. И что будет дальше, пока непонятно. Винфакт делает отдачу. Счет будет 6.11. И если Фнатики будут нормально убивать. Не так, как в первой половине. То они очень быстро догонят Винфакт. И вполне возможно, что и перегонят. Без проблем. Шведы забирают отдачу. Счет 6.11. 5 раундов разницы. И смотрим, что у нас происходит в стане команды Винфакт. Вижу я закупочку Калаша. Что же у остальных? Да, тоже закупочка. Галилы не самая лучшая экономическая ситуация у них. Но, тем не менее, делают закупку. И будут пытаться играть именно от нее. Смотрим. Быстрый выход на верхний план. Через крип, через будку. Первые размены. Минус Аслака. Хаешки на девяточку. Ставится бомба. Кантри тоже не дают себя в обиду. Делают... Минус Аслак умирает. Очень обидно. 1 в 3 в итоге остается Аллу. Да, Аслак, конечно, очень обидно. Не знаю, может быть, в хишке провалился. Может быть, там его заспрели жестко. Из-за чего он провалился и умер. Но, в итоге, Аллу у нас будет простреливать Плант. Причем, прострел удается, удается прострел у Аллу. Давайте посмотрим. Нет, по второму он не попадает. И, в итоге, бомба дефузится 7-11. Но, тем не менее, Аллу показал нам мастерство прострела и знание карты. Дынюк, который прострелится чуть ли не вся вдоль поперек. Жаль, что не смог он вытащить раунд. Иначе, это было бы просто невероятно. Люрпис идет по улице. Остальные террористы у нас собираются пойти на верхний план. Хану, Аслак, судя по всему, на крыше. Да, уже на крыше были на скале. И будет сплит на верхний план через мейн. Ох, обминутся от Аслака. Врываются уже через мейн террористы. Врываются через будку. И верхний план без шансов просто защищен. Контры не справились с обороной совершенно плохо смотрели мейн. В итоге, первый же террорист запрыгнул и сделал минус. Драйв 5. Контры сливят свое оружие на рампах. По крайней мере, в моде точно. Фрис у нас находится в ангаре. И первый раунд за винфактом, возможно, это начало конца. Потому что счет уже 12-7. И в случае отдачи у контров... Ну, ее не будет, будет до кубочка. Но, тем не менее, если винфакт продолжит в таком же духе, то снатикам придется делать очень много отдач. Потому что они играют за контров. И тут уже никуда не деться. Очень быстро эти могут раунды пролететь. Да, до кубочка у Фнатика они тоже понимают, что если будут проигрывать, то очень быстро идут в проигрыш. И поэтому у них деглы, фамасы и эмочка. Одна или две. Две, по-моему. И в итоге, смотрим, получится у них сыграть с таким закопом или нет. Если нет, то тут уже будет очень сложно вернуть себе свое преимущество, которого у них и так особо и нет. В общем, смотрим. Асфакт пытается пройти по рампам. Хан у нас шепит в будку. Алло вместе со своим тиммейтом у нас около скрипа. И бейзик на улице. Подсадочка моди на рампах. Причем, причем, видим мы, что винфакт, в общем-то, тут собирается. Возможно, пойти на рампы. Пока это не особо понятно, но такие шансы есть. Тогда модис может собрать очень нехилую тут араву. Минус один делает моди. Фриз делает минус. В итоге фанатики делают первые два открывающих минуса. Минус от Фриз и минус три уже. И два в четыре ситуация для террористов. Минус от Гукса и Хану один в три. Но, наверное, раунд будет за фанатиками. Все-таки смогли, смогли ребята из Швеции не отдать раунд. И не проиграть в эту игру так быстро. Сейф решил сделать Хану. Вот так вот по-простому сидит на девятке и сейфит свою эмочку. В итоге раунд у фанатиков 8-12. Всего четыре раунда разницы. И посмотрим, что же будет у винфакта в этом раунде. Будет до кубочка, либо что у нас будет? Либо игра от эмки. Скорее всего, будет, конечно, до кубочка. На теклу точно хватит оружие. Вот даются дропы. Лоши, да, до кубка. Очевидно, шанс для винфакта прерывать эту череду раундов фанатиков. Целых четыре раунда взяли они подряд, по-моему. Почти подряд. И в итоге, если продолжат в том же духе, то все шансы у них есть. И винфактам нужно это учитывать и не давать этого делать. Бэзик на скале. Люрпис у нас на улице. Хану и Ослак расстреливают девятку. И Алла у нас просто-напросто пока что на нуле. Убивает Люрписа на улице. Бэзик там его не смог разменять. Причем там, судя по всему, Бэзика контроля. Да, отличный мистер фриса. И Таис уже в меньшинстве. Втроем против пятерых им будет очень и очень сложно. Взаимные прострелы с улицы через крышу. Хану там покоцли, да, сняли ему полжизни. Ну и нашего контрра на девяточке, фриса, там тоже немножко сильно покоя. А не Гуксу, Гуксу ему тоже сняли полжизни. В общем, дружески обменялись такими вот прострелами. Принус за модем. Ситуация уже 4 в 2. Аллу, Хану. Не знаю, что им делать. Понимаешь, что за Аркадий могут что-то еще сделать. И в итоге Аллу у нас выходит на плант. Отличный мистер Аллу. Вот все-таки хочется отметить, что у финнов именно индивидуальная игра. Находится на очень высоком уровне. И зачастую именно это помогает там тащить какие-то ситуации, моменты, которые, в общем-то, не должны браться. И вот сейчас у Аллы с одним ХП есть шанс сделать тоже какое-нибудь маленькое чудо. Нет, прострелы в твоем моде. Один ХП дает о себе знать. И счет у нас уже 9-12. Нафиг серьезно намеренно догнать финнов и перегнать. Быстрый выход на верхний план. Вот, винфакта. У них отдача. Массы глоки. Конечно, без проблем. Знаете, где их здесь заберут? И просто соберут. Себе. На красивый моментик. 10-12. И вот это уже преимущество, которое было у винфакта. И оно уже как-то полностью испарилось. И непонятно, чем все закончится. Вот у винфакт иногда получается что-то сделать. Иногда они вот выходят и просто напарываются на... Такую довольно жесткую оборону у Фнатик. Но иногда и у Фнатик обороны полностью разваливается. Особенно если винфакт делает какие-то быстрые выходы. Через флешки, там еще через что-то. Бывает, что и... По нулям. Так что не берусь. Не берусь предсказывать исход этого матча. Ну, по крайней мере, эта карта точно. Хотя, я думаю, многие понимают, что Фнатик объективно шансов немножко будет побольше. Снова собирается террористы на верхний план. Минус Люрпис. Отдвое на улице. Минус Аслак. И в итоге... Снова... Снова террористам. Уже нечего делать. Полкоманды нету. Толкового выхода никуда не получится. Взрыв в будке. Успехом он не увенчался. Никого там близко. Их поминей нету контр-офф. И попытка пройти через рампы. Хану хорошо врывается в мейн. Делает минус. Ситуация 4 в 3. При этом Хану и Бэзик очень коцент. 3 хп у Хану. 7 хп у Бэзик. То есть 10 хп на двоих. И Гукс. Фриск. Кто он смотрит? Минус Адагукс. Ну да, вот они с балки. Делает 3 минуса без проблем. Собирает всю эту Араву. 11-12. И Фнатик действительно готовы догнать своих соперников и перегнать. Пока у Фнатиков что-то... Ой, у Винфакта перестало получаться. То, что не получалось до этого. Есть иногда неплохие, очень индивидуальные минуса. Но вот какой-то командной игры. Какого-то прямо такого тимплея хорошего мы не видим. Плюс еще Люрпис забросил икорька. Идет 1 на 7. И особо никого и не убивает. Хотя его минусабель бы, конечно, очень и очень кстати. Кстати, Люрпис у нас на улице находится. Против Карна. Карна в ангаре. Дает Люрпис дым под окна. Не знаю, есть ли у него инфа по Карну. Судя по всему, нет. Стреляет Люрпис с девяточкой. И сейчас из ангара могут быть неплохие минусы. Вот у нас Карн дает ХЕшку. И великолепный минус это Гзиста. Да, это даже был не Карн. Гзист, Гукс у них и так все под контролем. И помощь Карна со спины даже тоже не нужна. В итоге... Один Алуп против троих Контров. С бомбой. Лезет вниз. И его прострел. Прострел от Сириса великолепный. Классно. 12-12. Догнали. Догнали фнастики. Финов. И в итоге 4 раунда нужно взять в каждой команде для победы. Всего лишь 4 раунда и... Пока что Контры выглядят гораздо привлекательнее для этой роли. Как вы думаете? Люрпис снова по улице. Бой еще по скале. Даже трое по скале будет масса улицам. Один раз у них это же получилось. Но в этом раунде мы видим, что у Винфакта полная дача. Глоки. Они даже будут делать у нас... Искам. Подсадочкам. Ну или МТВ, кому как угодно. И все эти ее делали. Ну и смотрим, как у них это получится. Пока почему-то вот второй Тирон не хочет вставать. Наконец он встает. Все встали. И сейчас будет прыжок. Да, прыжок у них сейчас с успехом. Но тут его проконтролили. И у Букса все в порядке. Развалилась эта идея. Ну и опять же, не знаю. Мне кажется, что он на пистолетах против. Эммочек такого делать не стоит. Вряд ли контры будут прямо так съесть на попе смирно. И ничего не прочекают. Не посмотрят спину и так далее. В итоге раунд за фнатиками. Счет 13-12. И фнатик уже на пути к победе. Быстрый выход на верхний план. Наконец-то. Наконец-то. Тот самый выход на верхний план. Открытый факт, который мы видели в самом начале игры. На мимо второй стороны. И в итоге неплохие размены. Ситуация 4 в 2. Ставится бомба, убивает Аслака. Но свою миссию он выполнил. Поставил он бомбу. Сделал минус. И в итоге Карн мод делает отличный минус. Разменим еще 2 в 1. Карн. Очень опытный капитан команды. Снатик Патрик Саттерман против Бэйзика и Люрписа. Причем Люрпис, я думаю, не менее опытный. Давайте посмотрим. Прострелил Бэйзик план. Люрпис у нас сидит на... Сидел на железе на нуле. И в итоге 1 в 1. Карн, 1 хп и прострел Бэйзика. О боже, найс. 13-13. Похоже, у нас намечаются еще одни овертаймы. Если вы помните, что у Наби Мосту 5 тоже были овертаймы, то здесь они весьма вероятны. В любом случае, первая карта подходит точно к концу. И 3. По 3 раунда нужно взять каждой команде для победы. И у контров у нас закупка. У терроров, естественно, тоже. Трое по улице. Ослак раскрывает нас в верхний план. И снова быстрый заход на верхний план. Наконец-то поняли, что у них это получается. Что им нужно делать именно это. Но похоже, что фнастики тоже сделали какие-то выводы. И на этот раз защита у них гораздо лучше. Ух, здесь делают минуса. И раунд за командой фнастики. 14-13. Фнастики немножко вырулись вперед. Похоже, что инфакт решили. Каждый раунд делает примерно одно и то же. Снова у них мейн. Снова кто-то будет раскидывать что-то с нуля. Но тут, в общем-то, тоже все хорошо. Очень встречается фнатиками. Благо, что у фина поддача. И в итоге раунд 15-й переходит к команде фнатик. Счет 15-13. И всего один раунд нужно взять шведам для победы. И последний шанс для инфакта. Что-то показать и перевести игру в вертаймы. Для этого им нужно брать два раунда подряд. У них есть деньги в этом раунде. Но вот... Получится у них реализовать свою закупочку или нет. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. АВП у Фриса. Ну-ка, это уже интересно. По-моему, первый раз за всю игру он взял АВП. Держит он ангар. Пошли ХАЕшки. Пошли Флэшки. И винфакт масс по улице. Давайте посмотрим за Фрисом. Ох-ох-ох. Дают Фрису уйти. Очень мало у него ХП. Прыгал он в складную метро. Слышно, да. И спешно ретируется. Но, к счастью, выжил. Два ХП осталось. И свою службу, своей команде он еще может заслужить. Все-таки АВП. Убивает с одного патрона. И тут два ХП вполне могут быть очень полезными. Потихонечку пытаются пройти винфакт по улице. У них там не особо получается. Их там встречают с девятки. И вот потихонечку, потихонечку, очень медленно. Террористы проходят по девять. Моди зашел в аркаду. Здесь в аркаде. Карн на будке. И Фрис по девятке. Есть не факт, что террористы пошли уже в жесткую атаку. И два в четыре ситуации. Моди делают минус. Еще есть живой Фрис. Три в три ситуации. Даже вот так вот. Карн делает минус. И два в два. Ой, убивает Фриса. Два ХП у него было совсем мало. Естественно, его убили. И один-два Моди. Невероятный Моди. Свой невероятный стрельбой. Ставится бомба. Пытался сейчас Моди на префайре выцепить голову. Но они... Ох, отличная голова от Моди! Но Аслак уравнял. 15-14. И последний раунд для обеих команд. В любом случае, либо это овертаймер 15-15. Либо это победа фнатиков. Со счетом 16-14. Делайте ваши ставки, господа. Кто же победит в этой игре? Хан около Бутки. Двое, трое на улице. И Бетти выйдет. Судимся на скале. Да! Снова масса улицы. Винфакт, похоже, нашли. Крючек к победе. Постоянно когда-нибудь через улицу у них более-менее что-то получается. А у контров, в свою очередь, аркада от Моди Парампам. Дает ему инфу, что нет никого на нуле. Да и, в общем, в этом контрове сами прекрасно слышат, что Маст на улице. И тут у нас еще есть Харн. Харн в ангаре. У него 7 из 2 хп. Это означает, что его простреливали. Его в любом случае заметили. И по нему в любом случае инфа есть. А может быть и нет. Спокойно дают Харну сделать 1 минус в спину. Фриз разменяют. И 3 в 2 ситуация. Хану у нас в будке. И Ослак у нас делает отличный минус из ангара. 2 в 1. В итоге убивают Хану. Ослак 1 в 2. Получится... Нет, не получится у него. Значит, раунд. Это ГГ. 16-14. И 10 минутный перерыв, как пишет нам администрация. Ну что же, поздравляем Фнартик с этой тяжелой победой. Очень тяжело нам далось. И по идее, если смотреть на статистику игр, то большинство игр после вот таких тяжелых карт, они уже вторые карты отдаются. То есть, скорее всего, ну, по крайней мере, мое предположение, что на второй карте, на карте Детус Кан, в инфакт, не окажут сопротивление, которое оказалось здесь. И игра для Фнартик будет достаточно легкой. Но это всего лишь мое предположение. Мы увидим. А пока у нас имеется карта, у нас есть... Есть!